Виталий приветствую тебя в начале новой недели к сожалению у нас с тобой не состоялась последняя встреча но ничего страшного всех денег все равно не заработаешь никогда найдем возможности другой раз в данном случае прям сегодня сегодня мы с тобой я предлагаю ну лично я сделаю акцент на рынок нефти потому что завтра еще экспирация юниских фьючерсов да это не совсем актуальная тема для клиентов о маркет но это актуальная тема для тех кто отталкивается от именно факта перехода одного контракта в другой который наблюдается между месяцами и принимает решение от позиционирования трейдеров в связи с этим в том числе и на спотовом рынке и на рынке вот тех контрактов которые доступны нашим клиентам и сегодня я еще обращу внимание на динамику фунта потому что он очень хорошо себя отрабатывает я думаю что даже с точки зрения техники если скажем этот инструмент также является активом который интересен для тебя я думаю что и с точки зрения техники будет интересно послушать твою позицию ну давай тогда вкратце подведем итоги прошлой рекомендации которые мы давали в понедельник ну и потом уже непосредственно потому что интересно увидим сейчас демонстрацию экрана вроде должно было уже пойти да пошло отлично в прошлый раз я давал рекомендацию по продаже так одну секундочку по продаже собственно европейской валюты и в частности в качестве целевого ориентира ставил на уровень 1.07 ну видно мы сейчас зажат в небольшом боковике я думаю что рынок все таки раскачается дальше и ты знаешь сколько бы я не анализировал сейчас ситуацию в отношении евровалюты с отсылкой на прогнозы инвестбанков на общее позиционирование клиентов я вижу все таки что делают клиенты в срезе именно хренского полу компания маркетса ты знаешь подавляющее большинство считает то что европейская валюта будет расти и хотя бы на основании этого я делаю вывод о том что больше шансов есть как раз на коррекцию я не верю евро почему потому что европейская экономика является регионом который как все прекрасно знают наверное столкнулся самым большим негативным эффектом и влиянием пандемии коронавирусной инфекции это отчетливо последовательно в статистике кстати говоря в пятницу вышел блок данных по темпам экономического роста германии еврозоны и в обоих случаях фактически где-то исторический спад а где-то минимальные значения со времен кризиса 2008 года я думаю то что мы на пороге новых мер стимулирования от ецб конечно же они вряд ли будут приняты на экстренное заседание потому что я не вижу причин сейчас собираться вот в таком экстренном формате однако вот ожидаю то что ецб все-таки осмирится на расширение программы количественного смягчения там миллиардов на сто вполне возможно и возможно даже снизить процентную ставку еще сильнее вроде бы как кажется что ниже уже некуда но поверь я думаю что решение могут быть приняты еще по задирке ставки пониже вторая идея которую я транслировал это покупка биткоина я верил в рынок криптовалют перед халвингом я продолжаю верить него сейчас потому что изначально рассматривал биткоин как долгосрочную сделку и для тех кто друзьям еще не заходил в покупки поезд еще не ушел небольшим на консервативным лотом купить и забыть на перспективу года полутора потому что эта идея будет актуальна на такой длинной дистанции как мы видели на ситуацию по развитию в ходе прошлых халвингов цели конечно же амбициозные я считаю что мы в любом случае можем прорваться выше вот этого уровня который значится на отметке 10 500 но моя личная скромная цель это 12 с половиной тысяч хотя я допускаю что при развитии следующего бычьего ралли мы можем претендовать на x2 с текущих значений это фактически будут исторические максимумы сейчас кажется это маловероятно но точно так же все думали еще в начале семнадцатого года ведь никто не верил в то безумное ралли которое случилось и я допускаю что из-за сохраняющейся веры в биткоин такая динамика но может быть и не в таких масштабах но все-таки с интересом с а не меньшим она может проявиться и в опять же ситуации после последнего халвинга что касается текущих идей я сегодня предлагаю сделку по фунту продажи разумеется кстати говоря тоже если оценивать позиционирование у нас все клиенты фактически покупают это друзья также является сигналом в пользу того что рынок пойдет пути наименьшего сопротивление не даст заработать всем но те кто знает что такое рыночные индикаторы настроения опять же наш кайман должны взять на заметку этот факт и в принципе понимать что коррекция она еще даже не коррекция это уже самый настоящий нисходящий тренд потому что мы свалились вот с уровня который вот был здесь 126 фактически 42 по моему да то есть 542 пункта но это уже не коррекция это настоящее нисходящее ралли ближайшая цель это 120 посмотрим опять же как он поведет себя дальше в качестве продажи разумеется текущих уровней тех кто не заходил раньше в качестве стоп-лосса можно можно поставить уровень там один 2170 как раз вот совпадает с верхней грани вот этого нисходящего канала фонд будет снижаться потому что британская валюта фактически сейчас под давлением очередного провального раунда переговоров по брекзиту он завершился в пятницу и в ожидании того что и банк англии также может пойти на снижение ставок ниже нуля и вторая идея это продажа WTI особенно после того роста который мы видим сейчас я предлагаю сделку селф стоп с уровня 30 40 в качестве стоп-лосса предлагаю уровень 31 50 то есть фактически доллар накинуть из того уровня с которого входить а что касается стейк профита но это поближе уже к уровню вот к этой зоне скопления ордеров и скопления опять же всех активных клиентских позиций которые здесь стартовали на покупку примерно один точнее 25 26 долларов в качестве тейк профита я напоминаю друзья то что когда у нас экспирировался майский фьючерс была болезненная тема связанная с отсутствием свободных мощностей для хранения тогда в последний день экспирации трейдером приходилось избавляться от контракта потому что некуда было не принять и приходилось всем даже из-за того что спроса не было давать контракты по цене ниже нулевой отметки конечно же ситуация сейчас изменилась и настолько драматической ситуации мы уже не увидим но я думаю что вот в рамках сегодняшнего дня все-таки коррекция крайне вероятно тем более что трейдеры сейчас будут перекладываться активно уже в следующий фьючерс снижение ликвидности будет соответственно приводить к нисходящей динамике ну и потом я также еще не верю то что мировая экономика сможет вот так вот просто наскоком оправиться от последствий пандемии даже несмотря на признаки смягчения карантинных мер ведь есть еще риск того что вся эта ситуация как каша может заводиться снова и мы увидим еще скажем одно нисходящее ралли по факту повторный вероятный я ни в коем случае я очень хочу чтобы этого не было но вероятность есть связана с а повторной вспышкой пандемии цели повторюсь 25-26 долларов за баррель по марке wti и считаю что коррекция и развитие нисходящей динамики может пойти прямо с текущих значений виталий на этой ноте тебе туда слово передаю включая демонстрацию экран уже видно да и так приветствую всех и так сейчас сделаю разбор того что о чем мы говорили прошлый раз какие рекомендации что отработалось что нет начнем с евро доллара и так евро доллар прошлый понедельник мы встречались это было 11 мая я говорил о покупках где-то в диапазоне мы торговались в районе там 08 20 08 30 это в этом диапазоне была дана рекомендация лонг со стопом за минимум получается 7 мая и цели были в районе 08 75 это получается максимум вот этот пятничный и вторая цель была по евро это в районе 110 что мы сделали мы сделали всего одну цель потом была борьба сильно и мы все-таки отбились ну частично сделку считаю отработанной то есть можно было на ней что-то заработать и выйти по без убытку дальше что было также в рекомендациях в рекомендациях было золото золото было в шорт это было вот у нас 11 мая я еще говорил что жду закрытия понедельника это был скажем такой умный контракт да на вторник если мы закроемся ниже 1710 где-то в районе я говорил 1705 1706 закроемся я буду рассматривать шарты я помню понедельник я не дожидая закрытия сам лично шартанул инструмент давал прибыль там около 170 пунктов я успел закрыть там около 90 пунктов дальше шартил еще во вторник как и предлагал шартить аналогично давали там около получается от уровня ровно более 100 пунктов где-то 130 но я тоже там не все забрал где-то процентов 70 то есть где-то 80 90 пунктов я взял но скажем на этой идее интродей можно было заработать но идея была изначально скажем как бы среднесрочная на шорт она не отработалась то есть ушло золото сильно в лог поэтому как я всегда советую закрывать сделку частями чтобы скажем делать такой сейф я всегда делаю там если инструмент прошел определенное количество пунктов в зависимости от волатильности закрыть часть и дальше дать сделки как говорит орен баффет подышать до прибыли давать течь но данная прибыль не ушла в другую сторону в принципе по золоту пока по нему идеи нету подождем если будет возврат ниже 1720 1740 буду наблюдать дальше и говорить что-то по золоту также как всегда у меня уже второй месяц бычьи настроения были по нефти говорил что скорее всего рассматриваю нефтелонг мы торговали свыше 29 был сильный уровень поддержки кто смотрел нас все предыдущие там условно три обзора я говорил что будет накопление какое-то можно будет сказать куда нефть пойдет и она в принципе сделала хорошее накопление в принципе равносильное тому накопление которое было вот здесь и пошел выстрел наверх и в принципе мы ушли очень хорошо более 5 долларов то есть это достаточно много и аналогично light нефть марки ушла наверх здесь были конечно моменты которые меня смущали я думал что уже все там говорят о шортах не ошибаюсь ли я скажем ну как всегда рынок засадил всех шортистов по стопам и это кстати light нефть вот здесь котировки во маркет июльский контракт а вот июньский контракт здесь еще можно было придумать какие-то шорты я помню так смотрел внимательно они в принципе локально intraday отрабатывались от верхней границы такого откатного уровня была здесь скажем по 100 пунктов то есть это достаточно приличная прибыль для intraday трейдера взять хотя бы часть там какую-то она отрабатывалась но я смотрел внимательно на июньский контракт там совсем другая картинка была там было такое явное поджатие тренд что там никаких шансов на шорт не было поэтому скажем совокупность вот этих я больше склонялся и скажем с идеей удерживал покупки по данным инструментом что касается на текущий момент ты рассматриваешь шорты я бы пока со своей точки зрения подождал и если мы скажем там я тоже изучал скажем даже не фундаментальную сторону сейчас нефти а вот именно текущий реальный по поводу вот продажи вот этих производителей нефти они нету куда ее избыть то есть все танкеры заполнены все нефти хранились сейчас заполнены то есть они даже доплачивают деньги чтобы кто-то ее взял потому что как мы знаем вот эти скважины которые добывают нефть да их нельзя просто закрыть и скажем нефть будет там будет закрытая и потом можно открыть когда будет спрос и так далее да то есть ее нужно куда-то избавлять там в день добыча в мире достаточно большая и поэтому вот с этим проблема конечно я изучал эту тему недавно где-то вот это то что есть такой скажем миф и реальность да что нельзя скважину закрыть законсервировать но недавно проводили исследование так вкратце скажу ну как исследование на факты где консервировались эти вышки получается нефтяные и скажем после консервации была возможность добывать снова нефть поэтому технологии скажем не стоят на месте поэтому скажем это так слоу поэтому по нефти пока подожду того сценария который ты ожидаешь если пойдет сильное снижение и уже буду скажем вот на этом скажем откате смотреть какая будет структура и уже принимать решение в какую сторону работать дальше в шорт будет ли это все коррекция скажем большая такая потому что у нас тренд нисходящий пока глобально возможно скажем откатили так 50 процентов текущей цены которой мы снизу торговались пока здесь не буду скажем никаких идей по нефти давать конкретных что касается фунта в принципе да согласен он шартовый здесь есть куда падать но скажем у нас нету той проторговки которая нужна для набора позиций то есть это хотя бы 3-4 дня как вот здесь было когда ты говорил о шортах давала рекомендации я помню они в принципе хорошо отработались я их пропустил вот у нас 1 2 3 3 дня набора позиций и пошли наверх вот здесь 3 дня набора позиций и пошли наверх то есть вот то же самое вот 3 дня набора позиций я просто так скажем вот здесь я пока воздержусь от фунта поэтому войду скажем в такие инструменты как евро ауди то есть это кросс пара евро против австралийского доллара здесь я рассматриваю покупки покупки с текущих то есть у нас цена 0 1 67 90 стоп лосс за минимум получается пятничный это 0 точнее 1 66 80 и профит здесь можно ставить 1 первый локальный хай 1 68 85 пятничный хай и дальше я думаю что у нас есть шансы уйти в район 1 71 там 50 70 скажем это как вариант конечно желательно чтобы мы сегодня дневку не задавили под низ под минимум пятничный потому что в таком случае я думаю что дальше будем падать если закроемся хотя бы в этом диапазоне или в виде скажем такого пин-бара если будет какая-то шпилька то я думаю уже завтра послезавтра возможен дальнейший рост то есть это первая рекомендация на сегодня у нас есть здесь уже как видим набор позиций большой 1 2 3 4 5 6 7 дней все этот сумме вот этом поэтому должен куда-то пойти выстрел значит свечках посмотрим вот смотрим вот у нас вот это набор накопления то есть она уже в принципе пошла локальная какая-то реализация но думаю еще возможен какой-то рост дальше что было на сегодня у меня такие вот кстати что касается биткоина очень хорошо отработала твоя идея я ее не покупал но торговал лоткоин то есть другие инструменты биткоин кэш они тоже отросли но не так сильно как биткоин биткоин более красиво и даже тот же эфир тоже почти его на максимум пропустил как-то вот эти моменты и скажем думал думал ты говорил статистика по маркет все покупают ты больше склоняется к шортам по данному активу тоже как бы склоняя склоняюсь к шортам я давал рекомендации еще пятницу по евро доллару покупку вот здесь мы торговались на открытом микрофоне она себя локально отросла но как-то ее подзадавили я уже было повернулся в шорт он в принципе есть логичный но я скажем на сегодня рискну дать покупку с текущих значений это 1 0 8 20 по евро доллару и стоп лосс за вот этот минимум локальный который был пятницу это 1 0 7 85 если его его уже будут пробивать я думаю здесь уже у нас есть шансы по по евро доллару вот таком ключе как-то вот таким образом или мы с текущих сильно падаем или у нас есть еще вариант какого-то локального роста с целями не сказал цели хай пятницы 1 0 8 50 и дальше ну такие небольшие цели 0 1 0 8 там 90 нажмет там локальные цели мы можем еще проболтаться в этом треугольнике не исключаю что мы дальше если мы будем проваливаться ниже вот этих минимум 1 0 770 я думаю что здесь можно даже застраховаться поставить сел стоп и скажем у нас падение в район там 106 и дальше паритет то есть с этого накопления будет ли паритет с текущих скажем или мы дальше еще будем как-то здесь выносить снизу немножко наверх то есть это уже мы будем по факту смотреть но пока я тоже придерживаюсь возможности глобального шарта но только после пробития вот этих минимумов хотя бы а пока есть шанс они небольшие поэтому сегодняшних рекомендаций которые давал евро ауди евро доллар выбрать что-то одно скажем для тех кто нас смотрит или разбить условно если там по проценту ставим риск на сделку не больше процента я советую разбить эту сделку на две две сделки по пол процента и посмотреть что отработается очень хорошо поэтому пока все на у меня на сегодня это спасибо тебе большое за твои торговые рекомендации за конструктивные комментарии по прочим активам ну что увидимся тогда с тобой в следующую среду и будем подводить итоги как у нас отработали те ингредиции которые мы дали да и в принципе как все показал рынок статистики на неделе будет много я думаю что следующему совместному эфир мы с тобой найдем новые торговые возможности хорошей тебе торговой недели и до среды пока пока пока